Всем привет! Вот сидите вы на самоизоляции и думаете, как высвободившееся время использовать, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Начните с того, чтобы сделать ваши пароли безопасными. Почему мы видим, что многие приклеивают стикеры с паролями к своим мониторам? Да потому что такой пароль, который действительно является достаточно надежным, он длинный, он содержит спецсимволы, он содержит цифры и так далее, к сожалению, совершенно невозможно запомнить. И это приводит к тому, что мы не помним его и, как следствие, просто записываем на стикеры и приклеиваем к мониторам. Как сделать свой пароль гораздо безопаснее? Я подскажу вам несколько вариантов. Вариант номер один. Просто используйте длинный пароль. Основное в пароле это не только спецсимволы и цифры, а его длина. Чем длиннее пароль, тем он надежнее. Конечно, вариант, который вы видите сейчас, может быть не самый лучший, и его можно было бы улучшить. Например, вот так. Мы видим, что здесь добавились строчные приписные буквы, здесь добавились цифры и здесь добавился спецсимвол. Этот пароль уже гораздо сложнее подобрать, его гораздо сложнее взломать. Является ли этот пароль идеальным? Ну, наверное, да. Но и его можно улучшить. Давайте попробуем использовать другой принцип для формирования легко запоминающихся, но при этом достаточно сложных паролей. Что надо сделать? Вспомните какое-нибудь свое любимое выражение, крылатое выражение, фильм, песню или стихотворение. Ну, допустим, Евгений Онегин. Как он начинается? Мой дядя самых честных правил. Вот у нас начало этого стихотворения. Возьмите две первых буквы этого стихотворения в качестве части своего пароля. И вот у вас уже появился достаточно длинный и при этом сложно угадываемый пароль Мадисад Чепар. Понятно, что на русском языке вводить его не очень удобно, особенно если мы будем вводить его с мобильного устройства, поэтому можно его заменить на английский вариант. И если уж совсем мы хотим его усложнить, то заменяем отдельные буквы аналогичными по написанию цифрами, добавляем в конце спецсимвол, и вот мы имеем уже серьезный, надежный, стойкий пароль, который достаточно легко запоминается, но при этом очень сложно подбирается и угадывается хакерами. В корпоративных системах существует подход Single Sign None. Единый вход, который распространяется на многие корпоративные системы, позволяя беспрепятственно получать доступ к ним пользователю. Для дома аналогом данного подхода может служить использование менеджера и паролей. Программ для ПК, смартфонов, планшетов или интернет-сервисов, которые генерируют, хранят все ваши уникальные сложные пароли и заполняют формы при необходимости. А пользователю достаточно знать мастер пароль. Да, я слышу голоса скептиков, говорящих о рисках хранения на стороне. Но что я могу сказать? Ничего абсолютно безопасного не существует, конечно же. Но, во-первых, хранить их в надежном менеджере паролей лучше, чем записывать на листочках или делать короткие одинаковые. Во-вторых, для снижения риска кражи категорически призываю не хранить так. Пароли от ваших личных финансовых сервисов, пароли от ящиков электронной почты, на которые завязано восстановление пароля остальных сервисов, и пароли от рабочих систем. Таким образом, понадобится запомнить только десяток основных паролей плюс мастер пароль от менеджера пароля. Кроме того, некоторые сервисы управления паролями позволяют проверить надежность хранимых в них паролей. Не было ли утечек из сервисов, длина, уникальность, давность. Вот таким вот образом можно удобно и безопасно выстроить свой личный процесс управления паролями. Безопасность должна быть удобной и автоматизированной. Берегите себя, повышайте качество своей жизни. Во-первых, всегда на самые критичные аккаунты в любом случае, лучше вообще на все, где это возможно, ставьте двухфакторную аутентификацию. Что это значит? Это значит, что помимо пароля вас будет авторизовать в вашем аккаунте, личном кабинете, почтовом, ящике и так далее еще некий второй фактор. То есть обычно это как минимум код, который приходит вам в SMS, но либо в идеале сделать, конечно, аутентификацию вторым фактором по специальному приложению, например, от Google А, Google Authenticator, или от Яндекса, Яндекс Ключ и так далее. То есть это наиболее надежный способ обезопасить свой аккаунт от злоумышленника, даже который вдруг узнает и получит каким-то образом ваш пароль. И второй совет, друзья, это те, кто все еще пользуется публичным интернетом, публичным Wi-Fi, открытым, не запароленным. Лучше поставьте себе на мобильное устройство VPN, специальное приложение, которое зашифрует весь ваш трафик от устройства до какого-то сервера, так что если даже злоумышленник находится рядом с вами в той же Wi-Fi сети, он все равно не запароленный, не защищенный, он все равно не сможет перехватить ваши данные. И при выборе VPN провайдера, в выборе приложения, загуглите и постарайтесь выбрать того разработчика, который проходит до аудита безопасности, и приложения которого точно работают на безопасных ключах и алгоритмах шифрования, и которым доверяет профессиональное сообщество. И уж тем более, если вы не используете VPN и подключаетесь в публичных Wi-Fi сетях, не пользуетесь банковскими приложениями, не переводите деньги, лучше не входите в свои важные почтовые или другие личные аккаунты, потому что это просто небезопасно. Поэтому еще раз, друзья, двуфакторная аутентификация, да, желательно, со специальным приложением, и VPN в публичных Wi-Fi сетях. Пользуйтесь на здоровье, друзья. Удачи!